Всем привет! Сегодня я снова иду на приём к своему гинекологу, но сначала мне нужно собраться, собрать детишек и отправить их в садик. После на машине поеду на приём, а после хочу пошопиться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Красная машина, Кирюшка другую машину взял, а вот и автобус приехал. Бежим-бежим-бежим! Бежим-бежим-бежим! Бежим-бежим! 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 Мне дали спаканчик для анализов. Нужно будет сделать дела и поставить вот сюда вот. Не волнуйтесь, сам процесс я снимать не буду, хочу показать вот эту штуку, она создана для дезинфекции ободка вот так вот нужно протереть и все чистенько будет. Итак, сегодня мне сделали КТГ, ЭКГ, взяли анализ мочи, прием вышел 60200 вон. Кстати, мне еще сделали анализ на, как это называется, на воды, отходят ли у меня воды или нет. И выписали утражистан свечи, нужно будет их поставлять и сказали себя поберечь всего еще недельку. А потом можно не переживать, даже если малыш родится раньше. Я такая Маша растеряющая, что мне нужно обязательно запомнить, где оставила машину. Иначе потом я буду ее искать и иногда я даже забываю, на каком этаже я припарковалась. Вообще в торговый центр я приехала сегодня для того, чтобы купить одежду детям. Нужно купить кое-что Иелю летнее на выход, что-нибудь такое красивое. И одежду нашему третьему малышу уже пора закупаться одеждой. И да, я буду покупать одежду до рождения, я не верю в приметы, поэтому с этим у меня проблем никаких нет. Нужно будет закупиться, и я вам обязательно все покажу. Иду в H&M, здесь я обычно покупаю одежду детям. Мне, конечно, нравятся корейские бренды, но детские вещи корейских брендов очень дорогие. Ну просто посмотрите, что за милота. Я так обожаю детский шопинг, мне такое удовольствие не приносит даже покупка одежды себе. Но вот когда я покупаю одежду детям, особенно такую маленькую, я прям в экстазе. Обожаю детские вещи. Сейчас буду скупать, скорее всего, все, что вижу. В H&M сейчас очень много одежды по скидкам. И знаете, здесь нужно просто прийти сюда и искать среди этих вещей нужный размер или понравившаяся вещь какую-то. Потому что одежды реально много. Но вот, к сожалению, одежды на Еле вообще выбора мало, его размеров. Выбора мало. И все, что есть, но мне по дизайну не очень нравится. Все такое не яркое, не нарядное. У него обычных шмоток очень много. Хочется что-нибудь такое красивое, нарядное на выход взять. У меня уже в руках не помещается одежда. Поэтому я сейчас иду искать корзину. А вот нашла. Угу. Отлично. Буду закупаться дальше. Это только начало. Кириллу я в прошлый раз покупала футболки, шортики в топ-10 в магазине. И у него еще осталась одежда с прошлого года, которая в хорошем качестве до сих пор мог как раз. Поэтому Кириллу сегодня мы ничего не покупаем. У меня все трясет. Я очень голодная. Пришла сейчас поесть японскую кухню. Я хоть завтракала, но все равно времени уже достаточно много прошло. Не знаю. Я думала, что потеряю сознание реально. Сейчас буду есть. Здесь довольно интересная система. На столе крутятся вот эти вот тарелочки. Все они разных цветов. И цена зависит как раз таки от цвета. Здесь есть роллы, суши, курочка есть. И крючки можно отдельно заказать. Либо же риц с сырой рыбой. И я хочу поесть роллы. Вот что я взяла себе. Роллы, корочка, кукуруза с сыром. И это не аппетита. Представляете, я сейчас чуть не родила от страха. Посмотрите. Оставили собаку в машине. Я подхожу к своей машине. И откуда-то непонятно откуда начинает лавить собака. Я посмотрела. Собаку в машине закрыли. Оставили ей вот такую вот маленькую щелочку. Сейчас на парковке духота невыносимая. Вот я села в машину. Дышать реально нечем. Все градусов 30, если не больше. Вот бедную собачку так оставили. А если с ней что-нибудь случится? Что за бессовестные хозяева? Я вообще не понимаю таких людей. Я не выдержала. Там вот на лобовом стекле есть номер телефона. Я позвонила. Сказала, что собаку в машине оставили. А сейчас так в машине жарко. Что собаке может стать плохо. Пожалуйста, заберите ее поскорее. И я не знаю. Мне сказали, да, да, конечно, конечно. Вот я сейчас хочу еще немножко посидеть в машине, подождать. И посмотреть, когда придет хозяин. Потому что собака сейчас уже замолкла. Я ее вижу в окно. Она там сидит. Но она сейчас уже не лает как раньше. До этого она прям лаяла очень сильно. Ну а я тем временем уже дома. И сейчас я вам покажу покупки, которые купила сегодня. И также вещи, которые нам подарили друзья и знакомые. Начнем, пожалуй, с вещей, которые нам подарили. Вот эту всю одежду нам подарила девочка. Аня, спасибо тебе большое. Она мне написала в директ. Сказала, что у нее есть одежда для новорожденного малыша. Я купила у нее коврик развивающий. И всю эту одежду она дала в подарок. Из, получается, 7 коконов они идут на липучках и с шапочками. Очень милые. Нужно будет покупать отдельные пеленки. Также наборы. Бодик и штанишки. Здесь вот короткий рукав. Здесь длинный рукав. Шапочка с царапками. И посмотрите, милые бодики такие. I love mom, I love dad. Блин, я просто... Спасибо большое, Ань. Если ты смотришь это видео, очень хочется тебя поблагодарить за всю эту красоту. Размеры. Вот здесь получается 62-й этаж. И здесь вот 0,1 месяц. А вот, кстати, коврик, который я купила у Ани. Вот таким вот образом он выглядит. Называется Teeny Love. Новый он стоит 140 тысяч вон. Я его купила за пол цены, за 70 тысяч вон. А эти бодики я купила на местном Авито. Приложение называется Carrot. Можно купить бы его вещи по соседству. Некоторые даже вещи бывают, продают новые, с этикетками. Либо же в отличном состоянии, как вот. Смотрите, эти бодики. Фирмы Carters. Они в идеальном состоянии. Идут до трех месяцев, получается. Они все. И за 7 штучек я отдала всего лишь 12 тысяч вон. Это очень дешево. Эту одежду я покупала бабушка, когда мы были в России. Здесь написано на русском. Размер 86. Покупала на елю. Но ель быстро вырос. И ни разу не носила. Вот видите, этикетка. И вот эти вот штанички, они поменьше. 68 размера. Можно будет носить с какими-нибудь бодиками. И посмотрите на эту мелоту. Это пинетки и шапочка. Связала своими руками все это племянница мужа. Я оставлю в описании ссылку на ее инстаграм-магазинчик. Вы можете заказать те, кто живет в Корее. Да и не только. Отправка может быть по всему миру, в любой город, в любую страну. Так что, если хотите на фотосессию или на память, можете заказать. У меня. Надеюсь, вы не против, если я покажу всю остальную одежду, находясь сидя в другой комнате под кондиционером. В той комнате нереально жарко. Плюс еще снимать видео в полусогнутом положении. Спина моя просто вышла из чата. Так что, надеюсь на ваше понимание. Осталось показать вам только покупку, которую я совершила сегодня. Я купила одежду с нуля до девяти месяцев. Включительно. Разошлась, так сказать. Давайте начнем с самых маленьких вещей. Это, получается, самые маленькие размеры 0-1 месяц. Посмотрите. Мне кажется, вот этот костюмчик я одену сыночку на выписку. Здесь вот бодик беленький и комбинезончик. Посмотрите. А я уже хочу на него примерить. Такая милота. Вообще не могу. Все вещи буду назад складывать. Которые уже показала, чтобы не путаться. Далее. Ну, это тоже 0-1 месяц. Ну, обычный такой вот бодик. На пуговичках. Тоже самый маленький размер. Далее. Тоже самый маленький размер. Это комплект. Это бодик. Посмотрите, какой милый бодик. И такие вот леггинсы. Леггинсы, сделанные под джинсу. Посмотрите, что за милота. Ой, я прям не могу. Я шопилась, наверное, 3 часа. Только в детском отделе. Потому что, реально, вещи очень милые. Дальше. Получается, с этим размером мы закончили. Переходим к другому размеру. Это 1-2 месяца. Это я, правда, купила вот сегодня. Здесь получается, да. 1-2 месяца. Такой вот бодик. С длинными рукавами, с длинными ножками. А вот это вот я купила не сегодня. А в прошлый раз. Это была самая вообще первая покупка для малыша. Я тоже покупала в H&T. Это тоже 1-2 месяца. Тут целый набор был. Здесь получается вот такой вот бодик. Я люблю папу. С длинными ручками, длинными ножками. Далее. Здесь идет вот такой вот бодик с длинными ручками. Написано. Mommy and me. Получается. И штанишки. Вот штанишки также идут вот так вот в комплекте. Это все один комплект. И это еще не все. Здесь еще есть такая вот милая футболка Love Daddy. О, посмотрите на эту милоту. И шапочка. Шапочка. Этот комплект, я не помню, стоил, кажется, 39 тысяч вон. Это первый комплект, который я купила малышу нашему. Далее. Получается 1-2 месяца я вам показала. Да, теперь 2-4 идет. Вот это вот шло комплектом. Эти бодики просто неубиваемые. Я такие же покупала и Элю. Когда он был маленький, он такие носил. И также купила ему уже на, кажется, 6-9 месяцев у него тоже такие же бодики есть. И малышу купила точно такие же. Подходит под все. Бежевые 2. Штанишки покупать не стала. Это получается у нас 2-4 месяца. Далее. Далее. У нас тоже 2-4 месяца. Это маечка. Маечка, да, 2-4 месяца, что второй размер. Просто такая обычная маечка. Мышь родится летом, будет жарко, так что такая маечка нам точно не помешает. Далее. Это тоже у нас 2-4 месяца. Это тоже комплект. Такие вот бодики с длинными ручками, с длинными ножками. В двух цветах получается. Вот такой вот разноцветный и зелененький. На замочке. Далее. Ой-ой-ой. Сколько вещей, я уже запуталась. Далее 2-4 месяца тоже идет набор. Кстати, тот набор, который я сам первый покупал, он тоже шумной вешалкой. Далее. Здесь получается бодик. Так. Здесь получается вот бодик идет. Далее идет бодик с ножками уже идет. Штанишки идут. И шапочка. Ну точно такой же комплект, как я покупала вот самый первый, только уже другой расцветки. И по скидке он стоил, вот тут я покупала за 39, вроде бы. А этот 19,900 стоит. По скидке. И так, последние 2-4 месяца, что я купила, это тоже наборчик. Бодик. Родился в 2023 году. Штанишки тоже идут. Вот такие вот штанишки. И шапочка. Вместе со слюнявчиком. Посмотрите. Со слюнявчиком. Здорово так. Я так радуюсь, когда я покупаю детям одежду просто. Особенно такую маленькую. Так, да. Это все стоило 12,900. Вот. Реально, сейчас в H&M хорошие скидки. Так что, советую вам сходить в H&M. Далее, вот такие вот наборы. Это уже на постарше малыша. Только я пропустила один размерный ряд. То есть, это одежда 2-4 месяца, а 4-6 я пропустила. Вот я балда. Реально. Потому что, сейчас смотрю, эта одежда уже на 6-9 месяцев. Это тоже комплект. Тут, получается, идут три ботика с длинным рукавом. И штанишки. Штанишки, получается, я брала отдельно. Отдельно. И, вот, кофточки ботики я тоже брала отдельно. Ну, все вместе можно сочетать. Это, получается, комплектом идет. Вот так. Вот так вот можно. Вот так вот можно. Получается, вот еще такой голубенький. Можно и вот так вот сочетать. Сейчас, в принципе, прикольно. Мне так нравится сочетать ботики со штанишками. Ну, и вот просто серенькие. По три штучки. Это все стоили. Штанишки 24 900 стоили 3 пары. И ботики 19 900 стоили 3 пары. Вот вы мне скажите, я купила столько шмоток и пропустила целый размерный ряд. Я пропустила, получается, 4-6 месяцев. 6-9 купила, 4-6 забыла. Я вообще молодец. Все эти вещи нужно убрать этикетки, постирать это все. Ну, вот эти вещи, конечно, я буду стирать в последнюю очередь. Пускай они так и будут, новенькие, лежат с этикеткой. Вот эти вот нужно будет постирать. Гладить не буду. Это уже третий ребенок. С первым я вполне нагладилась. Со вторым с Велем не гладила вещи. Ну, и с третьим тоже. Вот такие вот покупки у меня сегодня получились детские. Или я тоже, кстати, кое-что купила. Показывать не буду. Получается обзор на покупки для малыша. Кстати, мне кажется, у меня живот опустился. Сейчас я вам привстану, покажу. Ой, как спина болит. Только... Ой, 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 ой. Сейчас я камеру немножко наверх приподниму. Мне кажется, у меня живот опустился. Вот посмотрите. Здесь, получается, помещается моя ладошка. Вот грудь и ладошка помещаются. И живот, он настолько огромный. Мне сказали, что малыш сейчас весит 2-300. И как бы еще недельку подождать. И потом уже, если он родится, будет все в порядке. И врач сказал то, что у меня шейка матки укорочена. Она укоротилась еще сильнее с момента госпитализации. И мне сказал, возможно, я рожу там через неделю. Возможно, через две. Но записал мне на следующий прием через две недели я пойду. В общем, думаю, скоро. Думаю, до ПДР я не дохожу. Надеюсь на это. Хотелось бы родить на 38 неделе. Ну или на 37. С 37 недель вроде бы малыш считается уже доношенным. Потому что потом, если я перехожу и в этот раз, то я точно рожу малыша больше 4-4 кг. Получается, Кирилл родился 3850 или родился 3880. Этот малыш уже 2-300. Поэтому, думаю, что если я перехожу срок, то он точно будет больше 4 кг. Я думаю, на первое время одежды более чем достаточно. Можно даже сказать, что одежды много. Я, конечно, докуплю еще размерный ряд 4-6 месяцев. И еще, кстати, в шкафу у меня есть целых три пакета одежды Иэля. Одежду, которую он носил там с рождения до 6 месяцев, мы все полностью отдали. А вот то, что 6 месяцев он носил, все я сохранила. И все это будет носить наш третий малыш. Всем спасибо, что посмотрели это видео до конца. Видео получилось немного длинное. Надеюсь, что вам оно понравится. Если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Следующее видео, скорее всего, будет о том, что я беру с собой в роддом. Так что не пропустите. Всем пока. Увидимся с вами в следующем видео.